Городской выставочный зал в эти дни больше напоминает осеннюю ярмарку. Тут себе спелые овощи и фрукты, здесь отборная пшеница и подсолнухи. Всё, что может дать плодородная земля, если руку приложил человек труда. Всё это плоды творчества художников, участников пленера от Балаковского филиала АО «Апатит». Производители экологически чистых витаминов роста проводят творческий конкурс вот уже третий год. И всякий раз стараются, чтобы простор для творчества был таким же бескрайним, как наши поля. В этом году компания особенно активно начала продвижение так называемого проекта «Зелёная химия». «Зелёная химия» — это в первую очередь экологическая безопасность, это экологически безопасные удобрения, экологически безопасные продукты. Соответственно, вот она как-то сама по себе родилась, такая цепочка, да, производство, там поле урожая и человек, потребитель, конечно. Что будет в следующем году, я не знаю. Покажет время, покажет идеи, мысли. Возможно, художники сами что-то нам подскажут. В этом году пленер собрал ещё больше участников, чем в прошлых сезонах. 30 художников представили на суд жюри 87 своих работ, выполненных в самых разных стилях и направлениях. Перед художниками стояла непростая задача — показать взаимосвязь природы и деятельности человека, раскрыть тему зависимости от технического прогресса, заботы об окружающем мире и плодородии земли. Не просто пришлось и жюри. Лучшие работы выбирали среди произведений, выполненных в совершенно разных стилях, от традиционных натюрмортов до полотен в жанре абстракционизма. В выставочном зале, помимо картин, написанных маслом и акрилом, можно увидеть стеклянные витражи в технике Тиффани и работы из эпоксидной смолы. Меня, например, в этом году обрадовало количество работ. Во-вторых, расширение географии, техники появились художнические, здесь появилась культура, появилась графика хорошая, цифровое исполнение, гобеленов много. Новые дыхания и смыслы в конкурс привнесли новые участники. На этот раз к балаковским конкурсантам присоединились мастера из столицы губернии. Член правления Саратовского отделения Союза художников России Людмила Маханькова настолько прониклась экскурсией на производственную площадку балаковского филиала «Ау Апатит» и в заводской музей, что решила немного отойти от основного для себя жанра живописи. Получилось произведение, которое хочется не просто разглядывать, но трогать руками. Нам показали здесь вот эти вот камни, руду саму, то есть в музее присутствует, но она же из земли добывается, поэтому у меня название «Земные богатства», соответственно. И то есть где они находятся, эти камни? Кругом трава, кругом деревья, то есть они находятся в природе. Поэтому я пошла на природу, собрала там траву, всякие ветки, елки и так далее, и все это применила в своей картине. И вот в середине ее это два самые насыщенные нефилиновой рудой, скажем так, камня. Этот необычный подход к теме подарил Людмиле Маханьковой победу в конкурсе. Жюри по достоинству оценила ее работу с натуральными природными материалами. Первое место саратовской художницей разделила наша землячка Маргарита Золотухина с картиной «Фосагра. Дело в шляпе». Кроме этого, подарки от компании «Фосагра» получили еще семеро призеров и несколько участников, которые были отмечены в отдельных номинациях. Остальные художники получили памятные дипломы. Лучшие работы теперь будут украшать залы и офисы предприятий компании «Фосагра» во всех городах присутствия. А участники пленеров уже начинают готовиться к следующему конкурсу и высказывают пожелания по дальнейшему его развитию. У нас с самого начала руки чесались все-таки поработать непосредственно с натурой на пленере. Они называются пленеры «Фосагра», но тем не менее мы работаем в основном по памяти, фотографиям и так далее. Ну, наверное, было бы интересно испытать себя непосредственно на пленере. Оценить работы балаковских и саратовских художников смогут все желающие. Экспозиция в городском выставочном зале будет работать до 26 сентября. Вход для всех посетителей бесплатный. Спасибо.